Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok на нем написано что ежик в тумане если будет херовая погода то теоретически это действительно будет ежик в тумане так подожди с утра надо приходить с утра наверно знаешь когда туман от росы там поднимается и вообще памятники это странная хрень у нас есть такие удивительные памятники например здесь недалеко от арены есть политехнический институт где я учился и там стоит памятник шаре то есть как в институте все просят шара приди ну перед экзаменами и там стоит тупо памятник шаре это большой шар прикольно это большой шар с большим количеством дырочек и туда приходят люди типа слышь пор галки запихивает это им типа дает счастье это это удивительные памятники людям совсем не заняться ну да прикольно в москве этот нет такого памятника вроде зато есть у нас станции по моему площадь революции собака который надо нос гладить чтобы сдать сессию у него нос такой отполированный блестит золотой все гладят ну да все черное такое нос золотой тренированный ну что давайте смотреть кью у нас играет на виверне на шики играет на вайпере агрессив играет на гирокоптере гардер будет играть на лионе в сложную побежал побежал наш любимый хз на клокверке а кто там в сложную с деком то хз так и есть донду играет на знак вопе санэйка будет играть на визаже понятное дело что александр юрьевич на дробке lt сыграет на шейкере и фаник будет играть на спирит брейкере давайте смотреть эту игру важнейшую игру для команды на в которой они будут пытаться вот этим несуразным пиком выиграть у дз деков блин смотри как в современной профессиональной доте просто выиграть линию свою ты просто купил вард центре и заблочил респ а у врагов нет центре чтобы разблочить тебя его ты победил ты все что делает вообще санэйка да да ладно уйдет умрет нет не еще закончится батарейки закончится батарейки закончится батарейки о боже какой файл боже мой просто кошмар он пошел съесть типа деревца чтобы клокерки мог там прятать крипов но клокерки недолго думая взял батарейку разбил ему лицо за такие дела ногу теперь клокерки не будет прятать крипов теперь как совсем не надо тем более с ним тут и вивианцы пропали снилось купил и все о боже какой провалок бар ну как так можно ладно дарят клокерку на ровном месте почти второй левел дарят ему тапок и сейчас хвоста умер все а тут уже не уходит хвост никуда отсюда да чё-то наверно и за всем забернила я если что 2 до а есть что три доллара на цитек поставил здесь да не я в этой игре ни на кого не ставил но но это конечно жуть это просто коэффициент очень сладкий уже были 1 и 7 по моему что-то люди 18 даже было на на листы не фаворитами тут считались это конечно полный абсурд ну то есть и они могут выиграть но фаворит этот момент революбер медиа ползошу ольтера ларчик лт мы ваша работа накидала на вид сила вот вот он все на земле или как там было 5 и наверное силы земли все на земле и наверное хорошие ты вообще понимаешь что этот доктор он говорит тебе что горит дарит свежесть прохладу то есть ничего полезного он не дает посмотри что этот шейк на топе творит-то силу земли тут санэйка умирает снизу а на топе так шейкер убил да я вроде смотрел шейкер просто отрезает вообще невероятно отрезает у нас товарища леона и убивают просто блеск шейкер на аплодисменты лт шейкер единственный играет пока судя по всему совершенно сейчас пойдет еще раз вайпера закрывать но у донда что там у донда даггер в один крик в один блинк в один на уичи с инвизом сейчас пойдет лт а его не видно инвиз ну дэнди харасит надо дэнди надо харасить братан дэнди идет харасит и опять отрезает и опять хорошо отрезает и блочит блочит ты посмотри какой царь боже мой уже какой жесткий какой он жесткий умрет или нет дэнди прыгает и не добивает дэнди уйдет не уйдет скорее всего тоже хотя баночка баночка и сюда не жить уже санэйка очередной раз погиб как же на фиде лико кверк это уже это опять три но погибают вот он слону есть газ бежать 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 сашка на акверах хорош видит здесь и там шейкер отрабатывает за всю команду шейкер хз просто доминейтинг в верно у нас третий левел к локер нас 4 2 батарея пешком бежит санэйка 0 3 0 хвосту тоже придется бежать пешком не хвоста есть тп хвост с рецептом на рейсбэн просто какое жуткое начало легкой линии у команды он с таким закупом был самого начала игры вот этот закуп него был он только на тп фармит пока боже ну как же так можно это два раза подряд так локерка отфиживать и на легкой линии мы видим там продолжает фармиться спокойно агрессивно гирокоптере его то не убивали фаник третий левел побежал нас mid lane на вайпера будет опять капитация убить вайпера шейкер должен по таймингу подстанет лт вся надежда сейчас на этого шейкера вот он станет дэнди прыгает дает даггер и вот он фаник фаник прибежал толкнул надо драться до конца прибежал виверна и виверна очень вовремя прибегает правда убрет скорее всего вайпер да фаник пытается уйти достанет ли ли он под копом есть vision лт пытается срезать вот сейчас будет фиссура просто провисима это боже какой жесткий они уйдет уйдет конечно не достанет батарейками боже какой жесткий просто дайл ты пока играет за себя из-за того парня просто все делает на карте что таком можно очень неплохо ну колл дембрейс вкачаны в единицу уже есть виверны и бласты в 2 сейчас начнутся проблемы с виверной с левелом хорошим начнутся серьезные проблемы ну хотя проблемы уже начались то есть проблемы не в виверне проблем наверное в этом товарищи к лакверке левел 5 3 батарея ну и потом будут проблемы еще с гирокаптером ну зато пока что там вообще один стоит пофиг ты поселил хвоста 11 крипов убиты гирокаптера 23 да и хвоста две смерти так уже готов чуть придумать может до шестого осталось этим чуть-чуть пофармить будет шестой втроем ребята из дек ну и нами надо каким-то он не подставится и лт идет смотри чувствует на помп пошел вниз может получится что-то там сделать лт второй левел есть не афтершок качан единичку а там кстати гардер куда-то вместе с кью побежали гардер левел 3 кью левел 4 и куда же они побежали в сторону медана только что ну хотят попробовать убить там queen of pain но они не знают что-то стоит еще спиртбрекер сейчас они встретят спиртбрекера и они не убьют пока не видят и спиртбрекер кстати четвертый левел могут быть проблемы здесь у саппорта есть еще тп да будут проблемы к вам прыгать с лайт гардера гардера к гардера боже лт божик ну тут продаю поцелевает немножечко виверма но это не поможет все равно все равно умрет два тп правда пришлось использовать не очень приятно потому что одно фаник там пешком стоял давно а тогда фаник на хз будет ли слово от хвоста хорошо фаник отолкнул и какие-то минус пик да отлично но тут конечно фанику везет два башет таких своевременных и ты пнулся сюда герокоптер а зачем он сюда ты пулся вообще непонятно он так хорошо сверху но это все можно убивать шейкер рядом можно убивать шейкер с хостой рядом нету вижу на здесь у деков на нижней руне у дека вообще вижу на нигде нету так посмотреть да они просто не видят шейкеры агрессивно да тут правда опасно тут очень нормально все нормально сюда же еще бежит память застанет агрессивно на орала него клопает минус герокоптера надо убивать также кью кью цепанули просто сыпется команда цех вот спрятал он себя конечно на недолго ненадолго точнее но вот его просто убивают это уже 86 и цдеки конечно так хорошо начал что сделал герокоптер зачем он сюда прилетел до герокоптер вообще непонятный мув совершил по итогам просто взял прилетел и отдался так отлично стоял фармил да но по-прежнему на вине и все очень крут боже я уже начинаю влюбляться в этого шейкера 205 может стоит все таки артстайла набрить шучу конечно какой отличный шейкер появился в каждой шутке есть доля шутки ну да ну да ну пока пока lte отрабатывает просто отлично также стоит отметить начало игры от фаника просто блестящий он по карте передвигается 203 у коровы как только что левел появится будут очень серьезные проблемы у команды дэк потому что убивать будут того на кого прыгнет так хз хочет убить хвоста и сейчас кстати будет не что лево проблему хвоста да хвост умирает да хвост умирает здесь на хвосту надо аккуратнее начать играть вы их слишком уж агрессивно если вайпер сейчас сми до еще догадается уйти то для нави все плотно он не догадается он не догадается здесь дэнди так и 2тп например надо отходить нави от назад надо отводить поймали деньги деньги копает здесь же герокоптера отличный кулдаун от минус один как минимум фаник уйдет возможно фаник побежал побежал корову побежал смотрит что делает герокоптер может что делать герокоптер сумасшедший какой-то герокоптер ну тут конечно виверна пыталась закинуть еще собственно бластом немножечко не не смогла всех поубивать но в любом случае очень опасно это виверна кстати и бы здесь отрезать вард хороший поставил виверна если не узнали об этом то это клёвый вар на этот вард не мы ли с тобой когда-то общались на саммите что вот этот вард это по-моему да ты когда-то рассказывал про историю как ольга на тебя кричала но и вот никто не ищет никогда почти конечно так из-за него иногда выигрывается просто супер драки божий хвост ну куда же ты пошел александр юрич но кстати очень далеко заходит конечно да сейчас он есть шанс улететь т.п. его заметили краешком ракеты по идее ну и до свидания т.п. у него кулдаун т.п. 30 секунд еще позже будет ну и кулдаун кулдаун хвост дает кашмагатс но это минус хвост очередной раз 0-4 блин конечно ужасно фидить на топе шейкер пытается спасти игру карман динави отрезает гардера тут же т.п. и шейкер уходит отсюда много т.п. очень используют деньги но пока это в основном оправданная у лт кстати бирты посмотреть что уровень но уже органы появились на этом шейкере как круто ну да он конечно отлично отыгрывает деньги 323 у хвоста пока все очень жутко а у лт и у фанника пока идет у надо бежать на топ фанку движен ему нужно бежать вот сюда на этих вот ребят только нужно этот фаник сейчас дать вот дэнди дэнди должен показать фанику куда бежать санейка в миде отбивается шестой левел бы фанику шестой бы левел бы буквально два крипа там три не хватает для лавла ну вот фаник мчится по-прежнему в мид стоит ли это делать на этого клакверка надо наверное отменять фанику да ну и хвост ушел в лес хвост понимаешь беда печально линии ничего не получается и надо где-то как-то вот этого убивать отлично опять-таки дэнди лт просто шикарно работают вместе по-моему заговорил товарищ шейкер на русском к второй игре ну и пока пока мне жутко нравится то как исполняет он но правда его щас скорее убьют и он пойдет сюда на руну а вот боится в металл драматно только зачем непонятно но крайне мере он не умер на фаник просто нападали ему кога и сожгли все ну нет умны на разгон на дыр гениться он регенится будет очень долго так что у них здесь секунд на 20 застрял маякует что блин ребят мне когами забросили сюда я не знаю чем не делать он будет только через 20 секунд у сайки могут быть проблем тут кто как в инвизис но сонек грамотно тоже уходит под тавер все нормально а вот хвост идет в хвост идет прям по ворту и клок может пойти на него на парке перс не только вышел из инвиза чекер коптер то там делает наш наш друг герокоптеру так у него все склеит нас вроде на фрифарме был парень это пошло видишь другой стороны тоже вайпера которого дважды убили у вайпера 50 на 11 скрип статы подтягивается уже где понемножечку ну опять-таки дэнди далеко оторвался уже хвост кстати от герокопа остается всего на 100 голды хвост 3 раза уже погибал и вот смог дэнди надо быть осторожным могут его поймать если поймает его на хекс то скорее всего погибнет ну вот и гардер первый бежит мог быть травм дэнди здесь есть же два фамилиара ну и что помогут ли здесь дэнди тиммейты дэнди очень аккуратно играет ну хватит не аккуратно играет слушай как их можно играть-то но единственное как тебя могут убить это вот забежать это в лес а вы за елки вот этой где не видно шекер в миге двоих подстанет но тут понятное дело без дэнди их не поубивать абсолютно никак да ну да не надо быть по собране конечно то же самое что и хвост агрессиву боже как больно агрессиву но тут спасает его виверна а ультимет залетает санэйка ну и санэйка отсюда отбегает ну и санэйка на фидил две птицы если что это так не пор не очень приятно да и у него кулдаун еще на них пошел целых 100 секунд у них пошел целых 100 секунд да и у отвара мы видим не идет игра и у хвоста и у дэнди не идет ну такое но зато есть кто у кого идет игра вот собственно у нас лт и фаник пока очень неплохо смотрится ну вот смотри как хорошо сейчас шейкер с дэнди на руну заглянули увидели там подбегающего вайперы решили развернуться правильно сделано топе проблем могут быть у фаника с дд у нас агрессивная фаник погиб вот такие глупые фраги да вижу на вообще ну есть кажись вот в лесу стоит вот здесь в арт бесполезный варт в лесу просто юз из чем вообще стоит зачем он тут стоит нужно хотя бы пару нам хотя бы на одну руну поставить вар чтобы видеть как берут дд вот здесь герокоптеры слева и сберитесь на ли соберитесь сдэки видно что сдэки в принципе булка не черт твоя такая нормальная мягенькая булка и можно ее кушать даже даже таким составом даже без арт стайла можно выигрывать это группно что если проиграть сейчас с деков ну задача становится просто архи сложный но даром и джима сильнее посильнее будут чем цедеки все-таки там парни поопытнее там горящий есть горящий он если надо горящий играет в доту мы знаем да может собраться то сейчас смог наверно будут использовать парни из cd или что они тут собрались до смогу поедут но они видят видит хвоста который просто на варде стоит сейчас он получит 05 хотя хотя ну как все равно лёгкий но хотя паника бежит ну и тут что дальше и фаник фиксия атраданита ультимейта сейчас у гандера прыгает дэнди надо убить быстро гардера шейкер отрезает всех гандера убили можно убивать также хз есть меха нормально растаскивают сейчас нави своих оппонентов шейкер подбежал за толпу пытается ультануть шейкер дает ультимейт но он умрет он умрет ультил все там гирокоптер убил двоих уже да и только 1д не смог там кое-как убежать его спас как раз келт этим ультимейтом но дальше то что дальше не очень приятно да тоска печаль опять-таки минус 4 это плюс 2000 голды для цдеков плюс 1800 экспы для цдеков и гирокоптер дабл килом зарабатывает еще много-много денег ну а тут все в минуса опять-таки хвост за драку пост 5 подставился опять-таки vision есть у декова нави это сама вижу на нету и страдает на ли страдают неприятно неприятно но тут началось с пика на самом деле уже даже пик не очень понятно куда двигал навиа это и не пуш и не лейт и не ганг и у цдек все четко это не целая царь кейм агрессия ну вот есть тп наверх это вайпер который убить не могут уже но у него мека да у него четвертый коррозив скин мека и power 30 на силу его действительно не взять но тут блокер которого скоро будет лейдмейл очень опасен гирокоптер который и выходит понемножку сэнджин дальше кстати они к седьмой левел начал очень хорошо фаник после этого не идет не идет очень нужен блин до ул ты тоже все одну тут ты можно почему у него в линк если появится только за когда как он объяснит что ему нужно пофармить только если ему кто-то прям скажет а так он функцию раба выполняет помогает всем варды и покупает там все туда-сюда ну сейчас пытаются нави выискивать где-то пути для фарма какого-то бегают по трое хвост 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 купил себе доминатор есть не доминатор и дворы из бэндая снизу ганг снизу ганг дэнди если тп дэнди тп есть и в принципе если нападут нападают не туда нападает на шейкера который ничего не сможет сделать дэнди летит но это уже бесполезные тп шейкера нет стана нет да второе тп тоже бесполезно смысла туда лететь вообще нету но хотя тут ну дэнди вот нужно бери час выйдет сразу да и фаник час умрет тут сейчас будет тим вайп да там хвоста убивает вайпер тут убивает сонейка ну уж можно и лимки два часа да как-то бесславный ну хотя ожидать мы можем без арт-стайла все не то все не то да ну понятное дело если бы не было там например еще фаника то еще куда нишу играть обстанная без саппорта это нам тяжелее ну и мы видим что уже 20 10 при том как ты претензий к шейкеру так этому и нет действительно он сделал началом как обидно что команда не готова играть просто сейчас параллельно кстати секрет и просто период ногами выносит lgd там на 17 минуте 10 тысяч голды действий чиквы преимущество . чёрт подери два доллара здесь же ты здесь же ты на выиграешь а нет я там один поставил один да я походу немножко потерял немножечко немножечко совсем чуть-чуть будет отыгрываться потом ворот вратила финансовый это 50 баксов у меня блин столько вообще нет жизни не будет мне кажется реферальная система и гейминг бэтс спасибо ей за существование так себе и так саша яша уже герокоптера тем временем да у дэнди дэнди хочет вынести себе аганим ему осталось 1200 аганима и да вот она сия хвост видит не достает он до виверны хвостом прямо не в гостом продула под хвостом хвост под хвостом хвост под хвостом продумали вернее гостом но стихи на рошана идут на вину скорее всего этот смог и на рошана хоть какая-то попытка что-то сделать но в принципе рошана могут убить они да быстро убьют так там в твоим на беден кого-то падают так шокер отрезал всех да там расшантика там расшантик отвлекает внимание герокоптер здесь пока на линии пытается дэнди создавать активность такую хвост конечно ракета пролетела спали ракета пролетела сразу деки стягивается до хвосту бежать кулдаун залетать никуда а теперь можно драться нет кулдауна шейкер отрезал нас гардера и нужно попытаться убить хотя он блейдмейли бежит у него хукшота нету птички застопит его вайпер пытается догонять там фаник там в спине неплохо неплохо но некому помочь просто некому помочь шейкер хорошо опять отрезал очень хорошо заблочил всех добре тут уже как бы сыгранная партнер тут все ясно дэнди пытается там сплит пушить сейчас его тоже поймает у нее нет ну поймать его выкачь сложно блинки будет убегать блинка к сожалению я у линько у лена есть уже блин так что дэнди надо быть два раза осторожнее ой 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 слушай он прям был все в дэнди под угрозой там халявый рошан добирают рошанчика эх беда беда о санек а яга за динайл ну хоть так на хоть что-то кто-то получил приз за динай агиса приз имени куху а вдруг мы вдруг и не я не знаю я за интернешнл ничего не получил мне уже начинает не нравится система ничем не не падает надо написать валва чтобы тем кто в лобби вероятность падения шмотки было больше наоборот меньше нужно национал будешь твой гардер прыгает ну да это обувь конечно чё обувь обувь улайвы и поиск фаска брошей куда он такой припечатал хвоста ну хвост я думаю в этой игре просто сильно очень недовольны происходящим он понимает что он дроу рейнджер абсолютно бесполезная просто фактически га герой саппорт который непонятно ну зачем ее брали вообще возьмите боже что-то нормальное возьмите в конце концов не дрога визажа опять-таки потому что дрога визаж все стратегии с дрога визаж на пуш это стратегии на исполнение и там маленькая ошибка может все предрешить ну а тут не маленькие ошибки тут гигантские ошибки происходят постоянно ошибища такие да и тоже непонятно почему бы не попробовать нави сыграть либо в ол-ин пуш там удариться в пугну там зомби первыми пиками либо сыграть в ту игру где хвост сможет попробовать затащить это все дело наклоним джиггернауте может быть вместе с магнусом что-то такое попроще попроще да 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 потому что тут мы видим не получается ну и empire вчера первые два матча были такие же несмотря на то что они играли полным составом empire там все не так здорово потому что у них же буткемп слегка наполовину провалился то что йоку не смог попасть не на йоку там всего два дня пропустил а потом въехал все таки да он въехал пропустил всего два дня то есть такой понял понял на следующем на следующем самолете фактически прилетел нас через день день и вот и пустили со второй попытки в киев но на самом деле я не знаю как там пойдет и empire дальше будут ли они выступать так же хорошо как раньше или это было так вот у них получилось а на самом деле получится у них хуже я конечно желаю им успеха но если они сейчас из-за взряда не парят страты то они на самом деле молодцы потому что явно месте команд сейчас не особо бы выпендривался смысл как бы сильно потеть ну типа интернешнл да выигрыш 80 тысяч где можно выиграть немножко побольше да дело не тут не не только в деньгах все таки в титулах что-то вот выигрыш ты марслигу ну круто займешься хотя бы просто в топ-8 интернешне попадаешь и это уже круче чем любая марслига на самом-то деле конечно мне больно немножко на это смотреть на то что происходит в принципе тут ады комментировать так-то нечего нави не делают фрагов уже очень-очень давно начиная с 15 минуты где один раз убили триллиона после чего умерли в пятером вы помните ну и тут гирокоптер уже 4 тысячи нафармил и вайпер там у нас уже должен быть непробиваемым в аганим к нему что они уже есть деньги на аганим он может его уже спокойно купить хвост там чё на реку пошел сашка 0 9 да кстати близится уже к рекорду видят как старый добрый александр юрич подпиживать подпишись ну в любом случае мы всем зрителям напоминаем что это не последняя игра сегодня еще два матча на вина нас ждут сначала против айджи потом против лгд на параллельном канале тоже будут матчи других команд этой группы то есть деки будут два своих матча играть оставшихся против айджи против секрет смотрите все эти игры и в конце дня мы уже будем знать как как закончится эта группа и кто на кого попадет в четверть финала который будет сыграны завтра начиная с 7 30 утра по нашему времени ой-ой-ой как хорошо прыгает гардер двоих компания пытаетесь пострелять и вот кто стреляет ухлак вверх прыгает отличный отличный хукшот минус 2 шейкер таки убежала каким-то чудом дэнди едва жив тоже уходит отсюда ну леона смогли забрать ну или он сам сам залетел как бешеный слишком далеко он пожалуй ну он все правильно сделал ну да 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 ну да да он был же еще и хукшот раз в 12 секунд если бы он хотел он бы не мог не прыгать такая дерзкая инициация она не особо-то нужна цедякам гирокоптеру достаточно включить флаг чтобы просто прогнать всех от тавра слишком большой урон кстати говоря интересный итем фармит гирокоптер я не знаю это скадер что ли ну а почему бы и нет или хекс чертова скади чертова скади все покупают скади побежал побежал кстати глеб к на топе на гирокоптера давайте его затопчем у него пока ничего нету он да у него есть 2000 хп все глеб передумал правильно все сделал да я думаю что топтать гирокоптера идеи такси да действительно скади где 400 хп теперь 200 урона несмотря на то что как бы ничего на урон нету но все по чуть-чуть дает да но он уже жирный он достаточно жирный чтобы бить достаточно ой достаточно жирный чтобы жить ой-ой-ой привет всю игру неосторожно играет дэнди вот так всю игру абсолютно уже раз 5 дает снизу кстати кого-то поймали поймали у нас вайпера пытается его убить но по-моему это задача не из легких вот она еще мека и тут уже клокверк сейчас будет лететь вот он клокверк шейкер там ультанул конечно в халту клокверк тоже погибает санэйк пытается сделать паут успел это сделать но в любом случае что опять минус 3 тут для нави уже каждый фраг это просто счастье какое-то если я его один так они когда делали фраг а вот не дана не дана ну леона леона убили который врывался там то есть это первый фраг за последние сколько 10 минут да 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 ну и у нас 32 раза нави убивали за 26 минут это блин полка 1 до 20 фрагов в минуту клокнет очень хорошо санэйк выгибает ну что напишите гигантки да можно уже да в принципе зачем продолжать это изнасилование что там параллельно что там параллельно покажи пожалуйста параллельную игру да последняя игра ну там пушит уже секрет и хайграунд гг тут у нас гигантки да вы включаете пока второй канал смотрите там окончание матча между lgd и секрет там опять таки скорее всего игра решает кто выйдет с первого места из этой группы для lgd это уже третий матч у них находится только одна игра как раз против нави я думаю сомневаться в том что lgd выиграть у нави не стоит ну всякое может случиться не ну да действительно может всякое произойти эммм